привет девчонки сегодня у нас 8 апреля последний раз в магазин за таким актуальным минимумом продуктов я ходила два дня назад снимала видео на сегодняшний день уже все это закончилось или это было три дня назад я не помню но суть не в этом суть в том что у меня уже все закончилось из того что я каждый день использую поэтому сегодня я опять ходила в магазин walmart купила опять актуальный минимум продуктов и сейчас я вам его покажу по поводу обстановки в магазинах все в принципе более-менее продукты есть проблема только с овощами и зеленью с овощами типа такими как пекинская капуста которые сегодня не было помидоров огурцов нет да их уже покупать нет смысла не очень дорогие ну картошка буряк морковка есть так вот и зеленью ничего практически нет все остальное в принципе есть по поводу цен я даже не могу сказать подорожала ли или нет какие-то продукты вообще не подорожали а какие-то подорожали совсем чуть-чуть поэтому в принципе пока по ценам не критично по настроению у меня честно говоря настроение отвратительное в киевской области у нас войск российской федерации нет но на востоке украины и на юге украины идет полномасштабная война это очень сильно угнетает и пугает и вообще и просто в минору вводит настроение это все ужасно сегодня утром эта новость еще про краматорск про краматорский вокзал просто конченые уроды я не знаю чтобы уже на маты не переходить не буду в видео своем уже до этого опускаться но просто реально конченые уроды я сегодня полдня про пол утра проплакала из этого у меня еще телеграм-каналы штук пять в телефоне чтобы держать руку на пульсе но там и есть обратная сторона медали эти все видео в общем это все ужасно поэтому настроение просто честно говоря отвратительное про продукты могу снять а вот про косметику сейчас и у меня наверное бы не получилось снять ладно давайте перейдем к сути дела буду показывать вам продукты во первых так колбаса купленная в прошлый раз мы ее уже съели купила вот такую вот колбасу самобранка какая-то марка первый сорт покупаю уже дешевые колбасы прошлую колбасу я покупала недорогую 65 гривен хит продукт но она оказалась какая-то просто полный отстой какой-то желатиновая застывшая масса ярко-розового цвета она была ужасная я вот решила купить такую колбасу попробую тоже вам скажу она стоит шестьдесят шестьдесят восемь гривен четыреста грамм дальше то же самое касается сыра все я на этот раз уже купила вообще дешевый сыр сто процентов я уверена резинового вкуса как говорится особо не разгонишься сто шестьдесят восемь гривен сыр сметанковый у нас утром бутерброды мы едим гренки сыр колбаса уходит в очень больших объемах тем более сыр я еще там иногда в какие-то или салаты или тру куда-то приходится экономить поэтому вот такая цена это очень дешево и это ну не очень качественно купила два вот таких вот брикета творога ягодинский сыр пятипроцентный один брикет и второй брикет решила не покупать с черносливом или с изюмом потому что очень дорого жаба давит 40 46 гривен за один такой брикет если с изюмом и сахаром очень дорого купила обычный вот такой творог пятипроцентный и он стоил 31 гривна за один такой брикет я буду делать сырники поэтому ну добавлю сахара добавлю ванильного сахара нормально обойдусь без изюма потому что очень дорого дальше купила сметану вот такую ягодинскую двадцатипроцентную она дороговато 44 гривны стоит там была сметана какого-то другого производителя дешевле на порядок на порядок гривен на 10 на дешевле но там был какой-то плохой срок годности здесь вот аж до 20 до 26 0 4 а там вот буквально скоро заканчивается поэтому я не стала покупать пришлось покупать ягодинскую 2 пачки йогурта купила ягодинского с ароматом клубники одну и вторую 400 грамм и стоят они 19 50 или что-то около того мне писали кстати что это для молочки дороговато но это реально и по йогуртам самое дешевое что можно купить потому что то что продается уже в пластиковых бутылок как она еще дороже поэтому я покупаю самое дешевое хоть в пластиковых бутылочках там йогурт с наполнителем который вкуснее там кусочки фруктов а здесь просто ароматизатор краситель я думаю но как бы опять же знаете не то время чтобы перебирать честно говоря купила еще молоко вот такое вот белая линия я купила в мягкой упаковке и марка такая которая которая из дешевых и стоило 29 гривен за 900 грамм дальше пекинской капусты не было купила вот такой вот салат силуэт ну там салатные разные листья айсберги все такое стоит она кстати не дешево 53 гривны 50 копеек здесь всего лишь 150 грамм вечером салат такой фета и я не знаю чем заменить нет пекинская капуста опять же была бы пекинская капуста ну ладно может в следующий раз будет из сладкого слава богу были вот такие вот сравнительно недорогие кондитерские изделия пряники с апельсиновой начинкой стоили конечно они тоже не очень дешевые но просто совсем уж чего-то дешевого нет стоят пряники 45 гривен за 360 грамм и купила еще вот такие вот сушки большие бублики 420 грамм с маком они стоят 44 гривны но уже что есть это какое-то самое дешевое по моему из того что там сейчас можно купить хотя вот эти кондитерские изделия они сейчас какой-то дефицит и она все подоржал десяток яиц первый сорт то есть не самые большие а это что это польша или белоруссия не хочу белоруссию а нет это украина то в таху фабрика заречна запорожская область кто так называет злата кладка к чему это это польские мотивы или белорусские не могу понять так запорожская область так агрофирма днепропетровская днепропетровская полтавская много разных я так понимаю мест производства и все украина короче да 38 гривен за десяток яиц дальше для салата купила приправу вот такой вот хит продукт для салата 7 гривен стоит я добавляю в салат купила две пачки желе вишневого мрия 13 гривен сделаю желе купила две пачки здесь на 4 порции получается 4 порции будет киселя нет две упаковочки ванильного сахара ну там он где-то гривен на 40 стоит я добавляю в блины сырники и из фруктов купила вот апельсины премиум я покупала в прошлый раз тоже апельсины премиум и они были очень вкусные 50 гривен килограмм я купила вот чуть больше килограмма и купила яблочки это не самые дешевые яблоки кстати в магазине там были подешевле но вот этот айда ред точнее red chief они такие красивые такие темно бордовые и такие свежие и должны быть вкусные даже я буду есть хотя я не люблю яблоки но стоит они 21 гривна килограмм я купила на 15 гривен все вот такие вот были покупки на этот раз без батона без хлеба потому что у меня еще остался с прошлого похода в магазин а все остальное закупила все ладно буду уже прощаться с вами до скорых встреч в новых видео всем пока пока